Всем здравствуйте. 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 Сегодня вечер. Вечер. так пока все подключаются ты человека значит сегодня у нас по счету четвертая лекция и мы с вами поговорим на тему экспериментальные методы исследования конструкционных материалов и конструкции почему эта тема на мой взгляд важно для архитекторов я считаю что архитекторы должны понимать что за каждым решением архитектора о выборе той или иной конструкции для здания и сооружения лежит большая работа которую проделывают инженеры проектировщики о проверке конструктивных решений которые вы приняли а также их апробации словом апробация я подразумеваю теоретическую проверку некоторых случаях лабораторную проверку а также полевые испытания тех или иных конструкций или материалов вот и данная проверка она включает в себя вот такой вот большой спектр задач которые приходится выполнять это анализ это расчет это моделирование это экспериментальная составляющая это проверка экспериментальных данных сопоставление с теоретическими данными и так далее то есть я не говорю сейчас о тех простых конструкциях которые мы применяем при строительстве зданий и сооружений ну на примере там колонн обычных балок плит перекрытия традиционный 3 с традиционный шагом пролетом размерами сечениями и так далее я говорю о тех конструкциях которые можно назвать уникальными своем роде да то есть большепролетными конструкциями применяемые при строительстве уникальных зданий высотных зданий большепролетных зданий так вот подобного рода конструкции они требуют определенных экспериментальных исследований частности их использования и сегодня мне бы хотелось с вами поговорить на эту тему и постараться изучить методы и опыт по проведению экспериментальных исследований для этого мне поможет презентация наших коллег из брга то это брестский государственный технический университет эту презентацию они нам будучи у нас в гостях в стенах из газа ну так сказать передали для информации они делились с нами своим опытом при данном университете действует большой проектный отдел который занимался и занимается в свое время проектированием проектированием железобетонных стальных конструкций в частности проектированием зданий и сооружений вот их опыт белорусский опыта это брест это город белоруссии их опыт очень интересен с той точки зрения что практически каждый запроектированный имя объект проходил полевые испытания полевые испытания это испытания которые проводятся непосредственно на возведенном здании на визведенной конструкции экспериментальные такие вот исследования когда конструкция загружается либо как у нас в горе в городе алматы сейсмические испытывается то есть ставятся специальные установки к примеру таким образом у нас базис проводит испытания своих зданий когда у них на верхнюю площадку здания устанавливается специальная вибро платформа которая создает динамические воздействия создает динамическое воздействие на здание и тем самым здание моделируется сейсмическая нагрузка издания испытывается так вот они у них тоже есть опыт проведения подобного рода испытаний которые я хотел бы вам сегодня показать и вот первое это комбинированное покрытие универсального спортивного комплекса название виктория в городе брест мы видим большепролетную такую металлическую ферму а может быть несколько ферм соединенных между собою в комплексную структуру состоящую из двух горизонтальных ферм которые соединены горизонтальными раскосами системами связей данная ферма свое максимальном значении имеет более 80 метров то есть она большая здесь вот вы видите насколько огромные узлы они сопоставимы на правой картинке снизу то есть узел сопряжения нижнего пояса и верхнего пояса фермы под практически в рост человека то есть можно понять по данным узлам насколько ответственно данная конструкция приводятся некоторые детали так вот остановлюсь чуть-чуть подробнее когда архитекторы работают архитектор в основном продумывает вот эту вот саму структуру продумывает размеры какие они будут а дальше уже дело подбора сечений там выбора материала для конструкции так сказать расчет анализ моделирование это уже как бы дело дальнее да но нужно всегда с пониманием относиться к дальнейшей работе технического отдела который будет проектировать вашу конструкцию да чтобы правильно изначально подбирать исходные данные для выбора той или иной конструкции для ваших большепролетных конструкций да в частности вот допустим для фермы здесь интересный узел который был разработан техническим проектным отделом данного университета да где структурная плита на затяжках опирается да на данную конструкцию ну вот данное комбинированное покрытие оно было испытано натурный так сказать проведены на ней натурные испытания натурные испытания предполагали нагружение данной конструкции определенными блоками то есть равномерно распределили виде равномерно распределенной нагрузки эти блоки устанавливались на данную конструкцию и был выполнен так сказать проверочный анализ теоретических расчетов которые теоретических и компьютерных расчетов которые проводились на первой стадии данных работ да ну и были получены как бы результаты да здесь как бы проводится анализ такой первая линия показа перемещения вычисленные без учета податливости узлов и с учетом податливости и включением в работу прогонов и профнастила да а также третье экспериментальные данные ну вот без учета податливости это методом конечных элементов расчеты ведутся да это при помощи компьютерных комплексов различных ну и мы видим насколько близкие были результаты получены то есть максимальное перемещение которое было получено ходе экспериментальной работы это у нас сто пятьдесят четыре миллиметра то есть на 15 сантиметров мы получили прогиб конструкции по действиям расчетной нагрузки на которую и была загружена был загружен данный покрытие да точнее данные металлическая ферма которая у нас является покрытием для универсального спортивного комплекса один из элементов так сказать научной разработки данного университета был одноименно назван узловой элемент системы brg2 данный узел позволяет соединять в себе несколько отдельных элементов да и так сказать быть таким вот структурным элементом который объединяет себе несколько опорных элементов да и обладает некой такой можно назвать но преимуществами да не в сравнении а в целом чем не сравнение но мы тут сравнение не проводим но в целом данный вот узел очень часто используется как на территории самой белоруссии так и за пределами да то есть узел стал вот таким вот общепринятым по большей степени для большепролетных пространственных конструкций позволяет перекрывать пролеты свыше 150 метров имеет высокую несущую способность то есть выдерживает до 300 килограмм на квадратный метр очень экономичен потому что не требует больших сечений да при сравнении этого 20 до 40 процентов то есть используется меньше стали для покрытия большепролетной конструкции ну и по сути предполагает однотипности в изделии да то есть однотипные узлы которые очень легки в изготовлении когда нет большого количества разнотипных узлов здесь как бы некоторые сечения так для информации вам каким образом это вот в разрезе что такое болтовое соединение внутри как бы в такой вот полусфере соединяются несколько элементов на болтовых соединений проверяются обязательно да вот о чем мы говорим то есть каждый новый разработанный запроектированный конструктивный элемент обязательно должен пройти все испытания да лабораторные испытания ну а компьютерное моделирование да вот конечно методом конечных элементов моделируются те детали которые проектируются методом одноосного растяжения то есть на растяжение испытывают сколько какие усилия выдержит данный элемент если его испытывать методом растяжения нажатие когда у нас загружение ну и вот таким вот образом проводятся сами экспериментальные работы по проверке несущей способности для начала моделируется небольшая конструкция в зависимости от того насколько позволяет лабораторное помещение да ну и начинают проверять потери устойчивости на несущую способность данную конструкцию загружая ее поэтапно определенными видами нагрузок далее покрытие летнего амфитеатра в парке культуры с левой стороны вы видите само покрытие как раз таки вот эта система бргту была применена при строительстве данного амфитеатра при проектировании строительстве да а с правой стороны натурные испытания как и по предыдущей аналогии вы видите что данное покрытие сверху нагружалась определенными железобетонными блоками то есть масса данных блоков по сути равна массе расчетной нагрузки на которую рассчитывают данное покрытие с коэффициентом надежности да после того как натурные испытания заканчиваются это говорит о том что данный проект может быть он использован да эксплуатируем то есть можно взять его в эксплуатацию то есть это экспериментальная работа проводится непосредственно до сдачи объекта в эксплуатацию то есть это является как бы одним из обязательных пунктов по приемке готового построенного сооружения и сдачи его в эксплуатацию комбинированное покрытие ледового дворца здесь мы видим ферму предварительно напряженную ферму снизу мы видим затяжку то есть условно говоря как напрягая лук это затяжка напрягает данную ферму тем самым позволяет нам увеличивать ее длину при наименьших сечениях то есть высота фермы 3 метра но пролет в данном случае у нас 39 метров вот так вот выглядит данная конструкция в реальности 39 метров до при помощи затяжек высота 3 метра размере ячейки 3 на 3 следующий проект это кафе на трассе брест москва так вот он выглядит и здесь тоже пространственные конструкции имеющие две крайние опоры а дальше у нас пространственная металлическая конструкция которая соединена при помощи системы бергет у здесь небольшие дизайнерские решения то что ферма не закрывается как бы остается открытым используется как элемент декора что очень часто мы можем заметить при проектировании зданий сооружений из металлических конструкций когда металл не скрывается это наоборот используется в качестве инсталляции декоративного элемента малых архитектурных форм и так далее одним из интереснейших проектов является покрытие выполнено из металлических конструкций ферм для летнего амфитеатра в городе витебск это вот его видовые картинки и вот так вот он выглядит в плане на план покрытия здание имеет размеры более 120 метров то есть основной пролет 120 метров ну и по ширине там несколько ферм повторяются поэтому тут основным является все таки эта длина большепролетное покрытие представляет комбинированную стержневую систему данная система состоит из структурной цилиндрической оболочки подкреплены 9 вертикальными арками вот так вот выглядит сама арка видите пролет нижних арок 120 метров ширина покрытия 24 метра высота 18 метров здесь уже высота самой вот этой вот арки 3 метра то есть трехметровая арка имеет лукообразную форму пролетом 120 метров это узлы опирания вертикальной арки на монолитные железобетонные фундаменты глубина заделки полтора метра до фундаменты узлы сопряжения выполняются из фланцевого на фланцевых соединениях высокопрочных болтах это вот узел там где соединяется арка с чипа при помощи фланца с той деталью которая замоноличена в фундаменте вот таким вот образом выглядит расчетная модель покрытия с фундаментами метод методом конечного элементного моделирования напряженного состояния полняются расчеты подобных конструкций где задаются все нагрузки идет проверка принятых сечений данном случае использовался программный комплекс nx на стран у нас данный программный комплекс очень редко используется но пользуется как бы в европе тоже большой популярностью тоже расчетный комплекс на потере устойчивости по первой комбинации в целом но было выявлено что деформации как бы не превышают допустимых и был начат монтаж до монтаж начинался с установки временных опор снизу вот вы видите временные опоры из монтажных лесов после этого секции арок устанавливаются потом вот собирается из отдельных таких вот блоков происходит сборка сборка на непосредственно проектные отметки то есть не внизу собирается и поднимается в готовом виде а собирается на проектные отметки при помощи высокопрочных болтов с сваркой укрупнительных стыков нас то есть такие свариваются и болтовым соединениями монтаж наклоны халки монтаж наклоны арки выполнялся получается при помощи ее подъема да и установки на временные опоры здесь также использовалась сварка и метод соединения монтаж структурной оболочки выполнялся блоками то есть блоки собирались и на площадке строительства и дальше монтажным краном при помощи подъемных строп поднимались проектное положение ну и здесь же также не обошлось без натурных испытаний большепролетного покрытия здесь покрытие загружалось полной нормативной нагрузкой которая включала вес самой конструкции вертикальных арок техоборудования лотков для отвода воды а также испытательная нагрузка которая включала себя вес снега и кровли на испытательная нагрузка превысила нормативное значение проектное в один и восемь раз да то есть увеличена была на 20 процентов то есть также было загружение определенными блоками здесь на схеме показано перемещение под действием нагрузки то есть теоретически допустимые перемещения вниз перемещения топроги бы были расчетные 45 миллиметров величина перемещения экспериментальных под действием нагрузки показала 37 миллиметров что как бы доказывает эффективность принятых расчетных сечений но тут и пюры показаны в разрезе показаны перемещение как прогибается максимальное перемещение в какой точке достигается где была достигнута тем самым конструкция прошла и удачное испытание и может быть эксплуатируемым навес над ледовой площадкой следующий проект с размерами 49 на 57 метров имеет вот такой вот из изгибистую форму покрытия покрытие выполнены из металлической фермы имеет вот такие наклонные опоры вот так вот она выглядит в реальности три опоры наклонными рукавами поддерживающими дальнее данное покрытие здесь представлены конструктивное решение вы по само покрытие выполнено из металлических труб соединяем их на сварке при помощи определенно разработанных узлов при помощи системы брг-ту которая ранее нами уже просматривалась то есть вы видите да проектный институт который при университете он применяет как бы те технические решения которые ему а удобны бэк авторами которых он сам является да то есть они по сути своей разрабатывают для себя же разработали для себя же конструктивное решение которые успешно применяют во всех проектируемых ими проекты не типичных проектах нестандартных проектах уникальных да мы так как назвать ну и здесь также вы видите криволинейную структуру формы которая загружалась бетонными блоками то есть опять же пресс проводится экспериментальная нагрузка загружение верхней части загружение нижней части покрытия в различных осях и испытывается таким образом конструкция посмотрим везде устанавливаются датчики то есть каким образом ведется проверка прогиба устанавливаются определенные датчики которые показывают те перемещения которые испытывает конструкция под действием на нее возло возложенной нагрузки ну и вот вы видите эпюры по перемещению то есть перемещение как в какой точке достигается максимальное перемещение от действия той или иной нагрузки три линии перемещение с учетом работы прогона перемещение без учетов прогона экспериментальные значения вот мы видим что экспериментальные значения красная линия она выше всего стоит это значит что запас по прочности обеспечен так как теоретические расчеты были показывали перемещение больше но в допустимой допустимом диапазоне этому как бы конструкция надежна в данном случае следующий проект козырек над центральным входом минск арену здесь характеристики данного козырька приводятся также пространственная система как вы видите типичные уже вам знакомые узлы соединения металлических конструкций видим что ну меньше так сказать практически отсутствие промежуточных опор на то есть это минимальное количество опор при использовании подобных систем навес под западной трибуна из стадиона по той же схеме выполнялся до дворец водных видов спорта мы видим вот проектные фотографии с объекта строительства где происходит монтаж данного покрытия предварительная сборка покрытие осуществлялось на строительной площадке в нижней части покрытие состоит из нескольких блоков в данном случае двумя автокранами ведется подъем блока готового и установка его в проектное положение размер блоков как вы видите довольно таки большой что не позволяет одному монтажному крану смонтировать данную конструкцию поэтому сборка выполнялась непосредственно на земле еще один проект это купол олимпийского комитета выполнен также из металлических конструкций закрепление происходит в фундаменте а заглублением на 8 метров внутрь да то есть создание такой купольной системы с опусканием части купола под нулевую отметку до ниже нулевой отметки здесь вот фотографии самого купола также представлена оболочка конструкции как вы видите абсолютно разные вот пространственных плоских конструкций до пространственно сложных конструкций таких как купол оболочка не не со всеми неровностями конструкции да то есть имеющим плавную форму сгибающуюся форму здесь вот полноценная архитектурная мысль то есть полной мере архитекторы все их задумки были скорее всего реализованы и поэтому в данном случае решения если вы видите они все типичные есть практически все пространство конструкции выполнены с одним типовым решением из пространственных ферм соединенных в определенные узлы и где мы можем наблюдать что одна проектная компания вот прослеживается очень четко да один одно проектное решение которое выполняется но совершенно разных конструкциях совершенно разными подходами с очень грамотным выбором конструктивных элементов с очень точно подобранными сечениями и самое главное с проверкой данных сечений методом полевых испытаний не только когда мы вручную там допустим выполняем расчетами на компьютеры методом компьютерного моделирования что-то проверяем именно проверяем конструкцию даже не в лабораторных условиях на моделях данных конструкций то есть в уменьшенных в несколько раз там или в несколько десяток раз да а проверяем реальную модель методом натурных испытаний когда загружаем ее расчетной нагрузкой расчетную нагрузку увеличиваем там до определенного количества процентов с коэффициентом надежности до 20 процентов и когда конструкция показывает нам требуем результат до который был который был получен теоретически который был получен методом компьютерного моделирования но это действительно показатель высокого уровня высокого класса профессионализма всей проектной команды которая принимала участие в проекте это профессионализм архитекторов которые выбрав ту или иную конструктивную систему так сказать не прогадали а их творческая и инженерная мысль была действительно реализована в таких вот интересных объектах была построена и мы как бы можем наблюдать результат что действительно любая творческие даже широкая мысль архитектурная она может быть реализована на любых проектах единственный вопрос это стоимости это в наличии квалифицированных кадров которые могут поспособствовать к реализации подобных проектов это наличие материальной базы технической базы научной базы данном случае до которые позволяют реализовывать подобного рода проекты не только на бумаге да но и поэтому этот опыт стоит перенимать пытаться реализовать подобного рода проекты будучи архитекторами я думаю каждый из вас желает чтобы его проект был реализован и чтобы эта реализация не заставила себя долго ждать конечно же вы должны понимать всю процедуру начиная от пера вашего карандаша заканчивая вручением ключей или так сказать разрезанием красной ленточки по открытию объекта что это все долгий процесс но этот долгий процесс зависит от того насколько вы квалифицированы как архитектор и как проектировщики насколько ваши проектные решения возможны и быстрее будут реализованы насколько это экономически будет эффективно выгодно насколько это целесообразно использовать в том или ином случае да все это зависит опять же от индивидуальности вашего проекта от того насколько вы индивидуально подходите к нему насколько вы глубоко его прорабатываете насколько в правильную команду вы нашли для реализации вашего проекта или правильная команда заинтересовалась реализации вашего проекта да насколько заказчик готов творчески вас понять увидеть то, что вы предлагаете, действительно согласиться на реализацию ваших задумок. Чего, конечно же, я всем вам желаю, чтобы ваша, так сказать, творческая мысль, она легла правильно на лист бумаги, чтобы отражение вашей мысли нашлось в тех проектах, которые мы в будущем увидим и в Казахстане, и, возможно, и за рубежом, чтобы ваши имена звучали не просто как выпускник МОК, факультета архитектуры, а как заслуженный деятель, как почетный архитектор или руководитель проектной организации, как главный архитектор проекта. Вот тогда действительно можно будет говорить о том, что мы все сделали правильно, поставили правильно на правильный вас путь, а вы все правильно поняли и работаете в нужном направлении. Ну и несколько контрольных вопросов, на которые для себя попробуйте ответить. Для чего проводят экспериментальные исследования, какие виды эксперимента вы знаете, какие конструкции подвергаются испытаниям, ну и методы анализа экспериментальных данных. С чем сравнивать экспериментальные данные, как я вам говорил, с теоретическими данными и с данными, полученными при компьютерном моделировании. На этом лекция закончилась. Спасибо, ребят, за внимание. Если есть вопросы... Все понятно. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Д 먹ですか. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.